наверное вы замечали что сайты которые грузятся очень долго безумно раздражают и вы замечали что вы когда допустим сидите со смартфона и открываете любой сайт замечаете что скорость загрузки может быть катастрофически долгой сайт может очень долго грузиться и вас это безумно раздражает что вы делаете конечно же вы закрываете этот долго грузящийся сайт и ищите следующий выдачи таким образом скорой загрузки сайта является тем самым необычным фактором ранжирования который является как бы сказал техническим и связан связан тем что он и как снежный ком работает на поведенческий фактор и действительно сайты с медленной скоростью загрузки грузится реально как бы и выдачи проседает все ниже и ниже и редко занимают первые места так я действительно замечал что большинство сайтов которые активно быстро грузились вышли в топ и сайты которые имели медленную скорость загрузки прилично просели спустя время и так собственно давайте пройдемся по пунктам собственно почему важно чтобы сайт грузился быстро первая причина почему важно чтобы сайт грузился быстро это удобство да то есть вы должны понимать что оптимальная скорость загрузки сайта 2 секунды все что больше двух секунд может попадать под неудобно загружаемые сайты но и здесь все относительно об этом позже и если сайт грузится дольше указанного промежутка времени то растет соответственно время отказом на сайте и как факт падения позиций вторая причина по которой сайт будет терять позиции да это конечно же та же скорость сайта на ранжирование скорость сайта имеет наиболее высокое значение если ваша страничка долго грузится при сканировании google ботом будьте уверены что позиции этой странички просядут со временем и учтите google бот в частности сканирует скорость загрузки по страничну они в целом для конкретного сайта поэтому если ваша страничка какая-то начала грузиться дольше то есть очень высоковероятность что именно эта страничка просядет а другие останутся как бы ни в чем не бывало и поэтому если вы заметили что некоторые странички у вас просели обратите внимание на динамику изменения скорости загрузки этих страниц ну и третий важный показатель по которому очень важно почему скорость загрузки сайта является ключевым значением это конечно же соотношение трафика и конверсии например если вы ведете контекстную рекламу на страничке которая грузится очень долго вы получаете еще и потерю кучи денег на слитые клики потому что пользователи могут не дождаться загрузки страницы и попросту закрыть ее а денежки с google ads и с яндекс директ попросту будут списаны и поэтому вы должны однозначно выделять на анализ скорости загрузки приличное время своего web разработчика и seo специалиста и скорость загрузки сайта нужно сканировать постоянно для всех страниц которые находятся в индексе в первую очередь для них во вторую очередь для тех страниц которые находятся не в индексе но является максимально посещаемые такие страницы как корзина и личный кабинет всем этим странице нужно уделять максимально времени максимально времени по отслеживанию скорости загрузки потому что конверсии они зависят от трафика трафик зависит от скорости загрузки и соответственно если у вас проблемы с трафиком и со скоростью загрузки то у вас проблемы с конверсиями и с продажами и так мы поедем по причинам почему сайт может долго грузиться оставайтесь с нами и я про все расскажу детально по поводу скорости загрузки мы писали довольно большую статью. Ссылочку я оставлю в описании. И сейчас по этой статье я немножечко пройдусь, чтобы вы посмотрели в целом по навигации по этой статье и потом можете ее детально изучить. Статья посвящена действительно, почему важна скорость загрузки сайтов и рассказывать про 9 сервисов для ее проверки. Я в этом видео остановлюсь не только по этим сервисам, но и по другим, поэтому я не рекомендую закрывать это видео, я буду рассказывать дальше, поэтому поехали. И здесь очень важные показатели, то есть на что нужно обращать внимание. Действительно, на какие вещи нужно обращать внимание. Какая разница, действительно, если сайт грузит одну секунду или пять. На самом деле исследования в 2017-м году сказали, обратите внимание, что 53 процента мобильных пользователей покидали сайт, если он грузился дольше трех секунд. То есть на это исследование можно перейти и посмотреть. И на этом исследование можно посмотреть. Вот это исследования, это посвящённое долгой скорости загрузки. Действительно очень важно на эти вещи обращать внимание. 46% сказали, что они не будут делать повторные покупки, если у них действительно прервалась покупка, если они делали её со смартфона. И также они выяснили, что снижение этого показателя с 11 до 10 секунд, вероятность отказа увеличится на 123%. Тоже колоссально, да, на 10 секунд удлинилось время загрузки, показатель отказа вырос на 123%, практически вдвое. То есть, обратите на это внимание, то есть, казалось бы, да, с одной секунды до 3 секунд на 32%, с одной секунды на 5 секунд 90%. То есть, видно, что, в принципе, спадает, но вот разница между 1 и 5 секундами, вот эти вот волшебные 2 секунды, почти в 3 раза показатель отказа может попросту вырасти, и вы об этом не будете знать. Поэтому вот такая вот причина, которая сразу бросается в глаза. То есть, вероятность отказа в процентах в зависимости от скорости, пожалуйста, безумная, да, то есть, вы можете обратить внимание. И вот, например, скорость загрузки также влияет на вероятность покупки. Тоже очень важное исследование, посвящённое непосредственно на то, что скорость загрузки влияет на конверсии. То есть, и действительно, посетители не будут так долго ждать, пока страничка загрузится. Вот. В 70% покупателей сказали, что скорость загрузки влияет на их желание покупать. То есть, цифры говорят сами за себя. И если вы думаете, что скорость загрузки до сих перу еще не важна, вы можете смело закрыть это видео и заняться своими делами, пытаться, не знаю, там, ПБНы покупать, например, для того, чтобы оппозиции выросли. Но мы сегодня будем говорить про реальные причины, почему скорость загрузки действительно важна и почему ей нужно уделять внимание. Более того, если вам действительно очень интересно, мы на нашем сайте выявили действительно очень высокие показатели скорости загрузки. И сейчас мы занялись нашей главной страницей, нашими внутренними страницами и начали анализировать PageSpeed нашего сайта. И уделяли максимальное внимание действительно PageSpeed и той самой скорости загрузки, и я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, каких цифр нам удалось добиться. И это не просто так, для мобильных мы выявили показатель 76, а для компьютера выявили показатель 96. По поводу мобильных есть классное видео, я ссылочку на него оставлю в описании, мне оно действительно очень помогло для создания этого ролика. Оно рассказывает, почему на мобильные цифры не нужно сильно обращать внимание, как бы она не была бы, она всегда будет меньше, она реально всегда будет меньше. Более того, очень важно, что с мобильных устройств реально сайты могут грузиться дольше, потому что вы не можете некоторыми вещами попросту жертвовать. Но для компьютеров однозначно этих показателей нужно добиваться, поэтому вы обязаны добиваться высоких показателей именно для десктопной версии. Так вот, резюмируем. Если на самом деле вот эти показатели что-то значат, мы разберем в этом видео, как измеряется этот показатель PageSpeed, что в его составляющую входит, как его повышать, на какие пункты он разбивается. Мы об этом всем сегодня, конечно же, поговорим. Вот, возвращаемся к нашей статье, и мы действительно задаем вопросы, почему сайты медленно загружаются. И, конечно же, основные причины, то есть, вот обратите внимание, в 2020 году пользователи тратят до 20 секунд иногда ожидая загрузки сайта. 2% всех сайтов загружаются скоростью более 3 секунд. То есть, а это тысячи и сотни долларов недополученной прибыли владельцев 98%. То есть, тут немножко оговорка в статье, менее 3 секунд. То есть, 2% сайтов грузится реально быстрее 3 секунд, а реально все остальные сайты грузятся куда дольше. Вот. И, собственно, причины, которые выделяет Вероника, да, на нашем сайте, она говорит, первая причина, это действительно увлечение визуальными эффектами. Действительно, да, дизайнеры безумно любят анимацию и видео, действительно безумно любят классно вставлять эффекты. Иногда некоторые сайты просто перегружены анимацией, перегружены эффектами. И мы видим, ну, картину, что сайты действительно тяжело грузятся, и PageSpeed оставляет за собой действительно низкие показатели. Вот. Что нужно делать? В таких случаях нужно действительно обращать внимание, а нужен ли вам этот слайдер, а нужна ли вам картинка в таком разрешении, а можно ли ее сжать без потери визуального качества. Все эти вопросы нужно задавать, в первую очередь, дизайнеру и веб-разработчику, фронт-энд-девелоперу, да, чтобы он эти вещи нейтрализовал. На самом деле, я общался с многими фронт-энд-девелоперами, и они очень удивленно сказали, что их вообще не волнует PageSpeed, им важно, чтобы сайт был красивым. Но, реально, это, ну, неправильное мышление, таких программистов нужно гнать в шею, их нужно увольнять, брать людей, которые реально следят за этими вещами, как за скоростью загрузки, за оптимальной скоростью загрузки. Потому что, ну, как бы, дом можно построить из кирпичей, да, можно построить из бетона, можно построить из бумаги, выглядеть будет красиво, да. Ну, какой дом будет лучше, вы сами уже догадываетесь. Вот. Поэтому, однозначно, вы должны понимать, точнее, веб-разработчик, фронт-энд-девелопер должен точно понимать, как будет сайт грузиться, как он будет быстро адресовываться, и, соответственно, не избыточно ли он перегружен. На эти вещи тоже нужно обращать внимание. Вторая ошибка, которая тоже идет от фронт-энд-девелоперов, и иногда не очень удачных маркетологов, это избыток плагинов, дополнение скриптов, когда навешивается огромное количество скриптов, которые никак не агрегированы друг, ну, как бы, начинают конфликтовать друг с другом, обрабатываются в одном потоке, и, действительно, подвешивают скорость загрузки сайта. То есть, плагины, действительно, упрощают работу, но с ними тоже нужно быть очень осторожным, потому что все это занимает оперативную память при открытии страницы и загружает, собственно, загрузку этой страницы. Вот. Если эти плагины вам мешают, подумайте, какие плагины можно убрать, от каких плагинов можно избавиться. Более того, обратите внимание на такие банальные вещи, как есть универсальные плагины, которые три плагина в одном и весят меньше, такие тоже могут быть хорошие решения. Ну и, конечно же, по поводу скриптов, скрипты иногда могут просто грузиться до отрисовки страницы, таким образом прилично тормозить ее, об этом мы чуть-чуть поговорим дальше. Слишком много http-запросов. Т.е. ваша страница, она не с одного ресурса иногда тянет контент, а вытягивает графику, шрифты и скрипты, она в библиотеке все подтягивает при помощи тех самых http-запросов. Т.е. те самые таблицы стилей, изображений, сценарий тянутся при помощи http-запросов. Чем больше компонентов, тем больше этих запросов. Чем больше запросов, тем дольше время ответа. И, соответственно, объединение стилей, объединение библиотек, замена библиотек, создание других библиотек, которые будут работать. Такая проблема чаще всего встречается, когда сайт взят с какой-то купленной темой и плохо допилен. Т.е. реально лучше всего создавать сайт самому, ручками, как говорится, перепиливать эти библиотеки ручками, чтобы они грузились быстрее. Это будет куда быстрее, чем покупать просто готовый сайт, у которого вы будете использовать только 20% контента, а остальные будут просто холостяком грузиться и загружать страницу. Реально самая большая скорость загрузки замечалась у сайтов, которые брали тему и пытались ее адаптировать. Ну и, конечно же, облегчение упрощения дизайна, сокращение сложных элементов, тут, собственно, правильно пишут. Позволит реально загружать сайт мгновенно, что мы сделали со своим сайтом. Вы наш PageSpeed видите, кто опоздал этот ролик в середину, показывают. Возвращаемся. И, собственно, скорость ответа сайта или время до первого байта, это, само собой, тот пунктик, который чаще всего выделяется, на него влияет множество факторов. То есть, время до первого байта фактически определяет, как только сайт начнет грузиться. То есть, на самом деле, это время, финальное итоговое время должно быть 200 миллисекунд. Запомните правило, 200 миллисекунд это скорость ответа сайта до первого байта, 200 миллисекунд. Это 0.2 секунды, чтобы вы понимали. Если вот этот показатель больше, значит, с веб-разработчиком вашим что-то не так. Почему? Потому что, если он не может обеспечить этот показатель, значит, вероятно, он не разбирается ни как правильно создавать страницы, ни как правильно выбирать хостинг. Так об этом тоже мы поговорим чуть-чуть дальше. Но вот этот показатель является критичным при подгоне, ну, как бы при выводе сайта на воду. Если этот показатель у вас больше, у вас будут проблемы в дальнейшем. И сколько бы вы не ругали хай или сеошников, да, скорость загрузки будет вас топить на дно, как якорь, как корабль, который будет пытаться ползти с якорем, а не закинуть его на борт. Едем дальше. Следующий пунктик – это самый популярный, слишком большой вес изображения. Я об этом сталкивался даже у крупных, ну, реально мастодонтам сайтов, когда просто верстальщики забывали сжать картинки или забывали их просто обрезать или убрать у них белый фон. Иногда видел просто огромные картины, у которых 90% занимает просто белый фон. Такое тоже есть, и это серьезная проблема, и то, что некоторые изображения попросту не сжаты, иногда просто их можно открыть в новой вкладке, там разогревается картина, которую можно печатать просто на борде. Вот. Встроенные видео. На нашем сайте раньше были встроенные видео, они грузили безумно сайт. Вот здесь раньше был YouTube. Вот он находился здесь, и он грузил безумно сайт. Плюс и здесь еще был YouTube, и два ролика было здесь. Что мы сделали? Мы поставили здесь специальную такую заглушку, которая просто грузит картинку. А эта кнопочка просто кнопочка поверх ролика. При нажатии на эту кнопочку только тогда подгружается iFrame видео. Таким образом, скорость загрузки контента стороннего источника YouTube прилично режется, потому что она не загружается сразу. Она загружается, если вы реально кликните, а не будете ждать, пока прогрузится вся страница. Простейший трюк. Забирайте себе на сайт, заходите на наш сайт, смотрите, как это прописано в коде и реализуйте у себя. Почему? Потому что на самом деле мы считаем, что это правильно, ну как говорится, брать чужие идеи, мы сами ее взяли, чужую идею, вот вы можете увидеть, как этот код реализован у нас на сайте, просто берите себе на вооружение и сделайте самостоятельно. Я не рекомендую вам, ну как говорится, там просто копируйте его целиком, понятно адаптируйте у себя, но общую идею кода вы можете взять, просто нажав вот так, как я, правой кнопкой мыши на элемент выбрать, просмотрев код. Едем дальше. Следующая ошибка, которая есть, это удаленность сервера от компьютера пользователя. Очень важная ошибка, на которую действительно многие обращают, не обращают внимания. Иногда выбирая хостинг, вы не думаете о том, откуда будет ваша аудитория. Подумайте, где находится ваш сайт, будет он находиться в Киеве или будет он находиться в Одессе, если ваш рынок Одесса. Если ваш рынок Одесса, то в Киеве хостинг я бы не брал, я бы брал хостинг в Одессе, если ваш сайт ориентирован на Москву, я бы не брал хостинг в Екатеринбурге или во Владивостоке, я бы брал его реально в Москве, неважно она стоимость. Почему? Потому что потом мне это обойдется прилично дороже. Скорость загрузки влияет также, насколько далеко находится пользователь от места расположения хоста. Учтите, он делая запрос через своего провайдера, отправляет запрос на ваш хостинг и только потом его получает в ответ. Скорость между этими точками не равна скорости света, как бы вы не подумали, она другая, она зависит от множества факторов, которые ее будут тормозить. Поэтому действительно обращайте внимание на выбор хостинга, хотя бы его географическое расположение. Спросить географическое расположение конкретного хостинга можно непосредственно у хостинга, у его техподдержки. По поводу видов хостингов будет в конце видео, так что рекомендую оставаться и досмотреть ролик до конца. Итого, по этому поводу статейка, ссылочка в описании, заходим, читаем, смотрим, задаем комментарии под статьей, если бы возникли вопросы, я с удовольствием на них отвечаю. И мы едем дальше. Поговорим немножечко о самом PageSpeed. PageSpeed на самом деле прямым текстом говорит, что он сочетает в себе оценку двух показателей. Первый показатель это анализ синтетических тестов и второй показатель это анализ полевых тестов. В чем между ними разница? Давайте, коротко чуть-чуть проговорим. Синтетические тесты это те тесты или как их называют лабораторные тесты. Это те тесты, которые вы делаете в данный момент сейчас вручную. И на эти тесты действительно влияет множество факторов. Это может проанализировать откуда вы его тестируете, с какого ip производится тестирование, для какого виду устройства производится тестирование, для какого браузера производится тестирование то есть на самом деле на выбор теста влияет множество изначально стартовых показателей поэтому проведение синтетического теста не является правильным право выполнения только одного вида синтетического тестирования почему потому что если вы анализируете реально скорость сайта разные показатели замеры метрик будут отличаться в зависимости того каким сервисом вы воспользовались и я постараюсь рассказать про самые популярные сервисы в этом блоке видео и уделить внимание каждому из них и расскажу коротко какие тесты мы используем сами какие не используем и по каким причинам не используем собственно это такой некий гайд синтетических тестов сейчас мы по ним всем пройдемся забегая чуть вперед расскажу в чем разница между синтетическими и полевыми тестами полевые же тесты это тесты которые используют данные накопленные от пользователей полевые тесты это реально в основном может похвастаться только яндекс метрика и конечно же google google ассимилирует без вашего спроса данные а действительно об использовании устройства если вы пользуетесь браузером chrome то однозначно вы передаете данные google об использовании того или иного говорится сайта и так как пользователи android у нас на минуточку сколько уже около 80 процентов наверное сейчас в мире я могу ошибаться вы можете написать в комментариях реальную цифру буду с удовольствием пускай все увидят какая реальная цифра на сегодняшний день но представьте себе сколько пользователей chrome на минуточку с мобильных устройств и эти все пользователи являются фактически участниками полевого теста и если вы действительно думаете что вы не передаете данные если вы пользуетесь chrome вы по умолчанию передаете данные об использовании каждого сайта и каждый сайт фактически получает статистику от захода от открытия в зависимости от того кто вас открывает и маленький нюанс так как выдача действительно привязана гео вы сами знаете то если с вашего гео сайт грузится плохо в выдаче и вы его возможно не получите и поэтому мы не будем сейчас уходить в полевое тестирование мы сейчас вернемся обратно к синтетическому тестированию и расскажем про синтетические тесты самые популярные сервисы какие используются итак поехали первый тест который мы будем рассматривать называется GTmetrix GTmetrix это действительно очень мощный тест его используют крупные компании HBC, HP, VIX, Bayer, ASOS, PayPal, Spotify, Microsoft и даже BMW даже Microsoft использует GTmetrix за анализы скорости своих страниц и на то есть действительно причины GTmetrix это действительно мощный инструментарий мы сейчас разберемся что он умеет делать и что он умеет показывать и так GTmetrix это действительно выглядит как серьезный такой тул который активно обновляется у него даже свой официальный twitter канал который рассказывает про новости которые происходят в туле но мы можем конечно бы если вы залогинены вы можете смотреть какие сайты вы отслеживаете какие сайты проанализировали ну в данный момент я ничего не анализирую и сейчас мы конечно же проанализируем конечно же наш сайт мы будем анализировать наш сайт seoquick.ua вот у нас есть seoquick.ru версия но мы будем сейчас смотреть его серый действительно анализирует довольно все быстро на лету он ставит ваш сайт в очередь и согласно сколько там сайтов загрузки то есть он будет анализировать вот он говорит откуда он производит анализ каким браузером то есть вы видите да реальный регион откуда происходит тестирование про это мы действительно говорили важно какой регион и какой браузер будет участвовать в тестировании и пока идет загрузка мы можем дождаться и посмотреть результаты чуть позже по поводу GTmetrix я бы вот поискал бы информацию которую вас могла бы заинтересовать по поводу его что это такое вы можете просто в google найти информацию да вот ему посвящено множество статей на самом деле вы удивитесь что в GTmetrix активно пользуются практически все seoшники и действительно его показатели используются для анализов сайтов и мы в частности активно используем GTmetrix при составлении технического аудита для составления так называемых хард файлов об этом я чуть позже вам расскажу ну вот как мы видим она проанализировала наш сайт и мы увидим что его данные состоят из нескольких вкладок в первую очередь мы видим вот показана дата когда сгенерирован отчет какой тестируемый сервис какой в частности браузер какие показатели он вытащил можно посмотреть можно сразу увидеть какие у него показатели относительно в баллах сколько времени загрузки сколько вес страницы сколько запросов сделано и мы можем увидеть действительно что конкретно его тормозит и вот она кстати что удобно она выделяет из данных того же page speed что является приоритетным и прячет то что приоритетным не является это действительно классно потому что веб разработчику нет смысла здесь возиться здесь это исправлять мелочи она не даст того эффекта а вот именно вот вот здесь можно увидеть что действительно тормозит тормозят конечно же скрипты и вот эти самые скрипты собственно рекомендуется делать lazy load откладывать загрузку чтобы они грузились то можно последними и не загружали сайт как мы видим у нас проблема с метрикой яндекс и в частности с рекапчи которая есть здесь на сайте и вот к ней собственные вопросы но самое полезное здесь это и услов и вот услов это тот сервис который фактически он раньше мы его использую походу он сейчас стал куплен он вошел в состав gt-метрикса и вот здесь можно увидеть ряд тех ошибок которые обычно не выводит page speed он их выделяет конкретно то есть вы можете по каждой ошибке погуглить что она значит то есть по каждой ошибке есть гайд и когда часто нас просят там типа николая оцените что значит эти ошибки на самом деле мы можем просто дать gt-метрикс и сказать вот пожалуйста вот ваш отчет вот зайдите по этому репорту и посмотрите сами вот вы открываете сразу и смотрите конкретно что нужно сделать то есть на самом деле здесь это реальная инструкция для веб-разработчика что ему нужно для конкретной страницы исправить иногда исправление этого глюка для конкретной страницы влияет на 80 процентов страниц сайта поэтому тоже нужно это учесть есть такой пунктик как waterfall тот самый waterfall который позволяет отмерить что долго грузится что занимает какое время для загрузки и вот здесь вот вы должны сделать так чтобы первая загрузка контента происходило буквально в первые секунды то есть контент должен грузиться сразу же а потом все должно грузиться остальное здесь можно увидеть как грузится html элементы css элементы javascript элементы и другие шрифты картинки и прочее также что можно скачать тот самый хар про который мы говорили вот мы его скачиваем сейчас и теперь многие спрашивают что с ним делать а я скажу есть такие файлы есть такой сервис называется хар аналайзер аналайзер это гугловский сервис ссылочку я на него конечно же оставлю и вы здесь просто выбираете тот файлик который вы скачали и вот программист его попросту увидит то есть можно увидеть в абсолютных цифрах в относительных цифрах фактически тот самый waterfall который вот мы видели через gtmetrics скачать файл хар передавая разработчику для исправления ему будет принципе понятно где какие элементы что нужно будет исправлять и соответственно gtmetrics генерирует этот файл хар попросту для любой конкретной страницы очень просто очень понятно и для веб разработчика как говорится максимально полезно также здесь можно записать видео по загрузке вашего сайта как он быстро грузится и обработать и здесь можно посмотреть историческую информацию относительно скорости загрузки ресурса и здесь можно посмотреть как часто ну как быстро он грузился согласно своей общей истории действительно очень полезно если вы отслеживаете конкретный сервис и то есть если вы записываете отслеживаете сервис можно отслеживать пейтспид непосредственно в gtmetrics и смотреть как он изменялся особенно если вы работаете над каким-то масштабным проектом вам нужно отслеживать его изменения со временем конечно это скорее все потребует платной версии о чем я не сомневаюсь gtmetrics однозначно must have у каждого веб разработчика для того чтобы сканировать свой сайт на ошибки почему потому что в отличие от пейдж спида мне нравится что мне можно отслеживать конкретной страницы можно выловить приоритеты и очень важно можно легко показать ошибки ну делегировав файлик с гайдом что нужно конкретно исправлять следующий сервис это так называемый solarwings pingdom его еще так называли pingdom.com его так называли ранее этот сервис позволяет отслеживать скорость загрузки выводил тот самый waterfall загрузки которые мы обычно брали в старые тихоудиты сейчас последнее время практически не используем чем он нам нравился у него в отличие от gtmetrics а была возможность выбрать откуда сканировать тот или иной сайт например если мы вбиваем допустим наш сайт https seo.com.ua вот мы вбиваем наш сайт здесь можно выбрать регион откуда проводить сканирование что довольно удобно можно выбрать сразу тот регион который максимально близко к вам например мы выберем франкфурт в принципе поближе к нам чем сидней нажимая старт тест мы собственно ждем как обычно и после того как собственно сканирование проведется да мы увидим в принципе те же показатели которые выводят gtmetrics тест немножко беднее чем gtmetrics но позволяет вывести те же самые вещи для страниц которые выводят из и собственно он вот можно увидеть его показатели performance грейда сразу вес страницы время загрузки сколько запросов делается и выводит те ключевые ошибки собственно на которые можно действительно повлиять и здесь вот единственный момент выгрузка идет непосредственно тоже в этом waterfall и в загрузке и соответственно вся информация вводится в режиме онлайн точно также скачивается хард файлик который можно скачать точно также через хард аналайзер мы можем его открыть вот и точно также увидеть общую картину загрузки сайта и можно даже увидеть что она отличается от той который показал gtmetrics но как вы видим на все можно обратить внимание то есть у каждого теста есть свои плюсы и минусы каждый тест меряет по-своему о чем я говорил в начале видео едем дальше посмотрим следующий сервис следующий сервис порадует нас немного более гибкими настройками это сервис uptrends итак посмотрим сервис uptrends предлагает свой бесплатный тест скорости мы можем уже увидеть что у нас здесь есть выбор между десктопом и мобилкой можно выбрать вариант каким образом будет идти здесь сканирование с какой скоростью с какой скоростью интернета то есть будет учитываться вес определенных элементов контента ну и посмотрим конечно же загрузку с хрома давайте по dsl нашего сайта как он будет быстро грузиться по поводу этого сервиса честно не пользовался мы решили его изучить говорится впервые сами и обратить на него внимание и посмотреть результаты как мы видим он схож с тем сервисом который мы используем page speed даже примерно по дизайну мы увидим что сколько он сделал запросов он сразу говорит какие вещи нужно исправить то есть можно увидеть коды ошибок на что нужно обратить внимание но действительно вытягивать данные как мы видим из page speed можно посмотреть на что он обращает внимание какие элементы занимают сколько график и как сильно влияют на скорость тот же выходит waterfall то есть можно увидеть по доменам можно увидеть виде waterfall и собственно с этими данными можно полноценно уже в разработчику работать сервис классный мне нравится функционал однозначно крутой единственный момент я не увидел возможность скачать отчет то есть этот момент я проморгал скорее всего возможность есть только при логине мы не пробовали если у вас получится расскажите почему потому что эти сервисы скорее всего полезнее будет максимально веб-разработчику а не сеошнику но я думаю вы найдете себе применение проверить после того как сайт вам сдали однозначно каким-то из этих сервисов точно будет uptrends пока у меня входит действительно в список лучших сервисов следующий сервис который мы посмотрим он называется очень незамысловато называется webpagetest да его ссылочка webpagetest.org и вот собственно этот сервис он выглядит очень таки симпатично я бы сказал просто и давайте мы посмотрим первое что встречает можно выбрать локацию на карте бау это прикольно потому что иногда это проще чем выбирать из списка огромного локации берем поближе к нашей украине польшу ну пока к сожалению это самая близкая страна на юзабилити конечно не продумано а о сори сколько тестов здесь может встретить к лейбл записать ли видео давай запишем видео поехали да здесь можно залогиниться при помощи google собственно что я и сделал и таким образом посмотреть тестирование сайта через эту утилитку по поводу этой утилитки скажу немного я впервые ее нашел хвалят тем что бесплатную хвалят тем что она достаточно интересно сделано и действительно выглядит довольно необычно напоминает какие-то фриварные форумы где выкладываются бесплатное программное обеспечение и собственно по этой утилите я бы хотел чтобы вы протестировали свои сайты самостоятельно при помощи и написали конечно же в комментариях понравилась она вам или нет тестирует конечно она пока долго вот и собственно по поводу web page теста мы можем посмотреть на саму на сам сайт тест history а здесь есть история с ваших сканирований можно посмотреть их можно кстати что удобно очень сохранять есть форумы о классический такой форум и ну и собственно о сервисе можно посмотреть как мы видим да вейпэйдж тест который собственно создан был аол 2008 году и сейчас он под гитхабом да и можно ага его даже можно какие-то элементы его скачать тест пока еще очень долго идет поэтому мы мы пока кстати забавно на тест ушло еще дополнительно 30 секунд и как она сказала что ты закончил только на как говорится всего лишь один этап ты собственно говоришь на тест завершён частично и можно посмотреть видео допустим нашего теста ага видео грузится пока еще долго давайте смотрим фильм стрип и он работает конечно он хардкорно но в целом что мы можем увидеть ага он выводит хар в виде джаваскрипта я так понял а это наш waterfall view но здесь он не такой интерактивный кстати как хотя нет интерактивный можно посмотреть каждый элемент можно посмотреть какие элементы вот выделены желтым которые его долго грузят в целом да мы видим совпадающие элементы но в принципе веб-разработчик может посмотреть собственно какие из них влияют долго на загрузку какие занимают много времени какие мало ты в целом ну пока что мне нравится как он реализованный мне нравится что он бесплатный и мне нравится что тесты доступные можно сохранить то есть принципе залогинившись и просканировав сразу кучу страниц можно все результаты передать веб-разработчику для того чтобы он ними занимался или веб-разработчик может сам закинуть сайт на этот сервис и посмотреть да кстати что мне нравится он даже выводит какие показа и выводит что нужно исправить и вот он говорит конкретно где собственно исправлять нужно то есть для всех сиденку нужно настроить для нашей метрики яндекс чтобы она через сиденку грузилась очень интересно кстати кэширование нужно будет исправить все остальные тесты практически на 100 процентов то есть первый байт получения но у нас получается 400 миллисекунд это 97 100 да кстати вот над этим тоже нужно работать но как мы видим 400 миллисекунд хотя можно сделать быстрее и вот можно увидеть какие тесты проваливаются кстати что очень удобно сделано сервис тоже входит в топ-1 моих в топ-5 моих любимых сервисов теперь сегодняшнего дня и на самом деле впервые с этим тестом меня познакомила одна из статей на которые наткнулся ссылочку на эту статью тоже оставлю в описании и действительно это очень интересно тест меня порадовал такой своей лаконичностью то есть и просто той с которой он выводит контент здесь в принципе это только по главной странице я уверен что всю информацию можно будет передать непосредственно веб-разработчику для того чтобы он не занимался и исправлял если раздел summary я все выводится как быстро грузится страниц что очень важно для веб-разработчику который будет заниматься исправлениями и так едем дальше этот сервис действительно я считаю должен быть маст хэп у любого веб-разработчика помните я говорил что очень важно с какой локации вы будете сканировать сайт и утилиты с которой мы начали они начали как с одной локации количество локаций идет как снежный ком следующий сервис он предлагает просто безумный вариант он тестирует по разным локациям одновременно и так знакомьтесь .com tools .com tools сервис который позволяет просканировать скорость загрузки сайта из 25 точек одновременно что довольно забавно особенно это круто если ваш сайт действительно работает на допустим англоязычный рынок и на английском говорит практически весь мир и вам нужно чтобы он грузился действительно с разных точек вот как его просканировать допустим для малайзии да и для америки и для европы пожалуйста .com tools скормите ему вашу страничку собственно что я сейчас и сделал и вот он сканирует просканировал мой сайт для всех локаций где такое где он в париже почему-то он не захотел сканировать и что мы видим при клике на страничку он генерирует сразу чарт говорит performance самые быстрые элементы полностью сканировать скорость которой он этот тест сделал она просто ошеломительная я только начал запись запустил и думал буду долго ждать оказалось он очень быстро это делать вы можете сами проверить ссылочка на все тулы конечно же в описании не забываем заходим смотрим вот и действительно это очень круто потому что все можно посмотреть как говорится посмотреть все действия и соответственно отчет можно отправить на почту что очень круто и веб разработчику фактически показать где какие страницы с какой скоростью грузятся и посмотреть действительно что затормаживает его по допустим каким-то допустим стран в брисбоне на посмотреть что конкретно в брисбоне тормозит ваш сайт да то есть даже до таких вещей можно посмотреть где где хостинг виновата где какие-то элементы которые качаются с других вещей не вытягиваются вот действительно такой классный сервис который позволит измерить скорой загрузки вашего ресурса допустим если вам нужно разбираться ну разбрестись по разным континентам особенно полезно если у вас действительно вы используете cdn и ваш хостинг позволяет хостить сайт на разных точках планеты и действительно для этих целей нужно очень важно уделять внимание как быстро грузится ваши страницы с разного гео поэтому dotcom tools сервис который нужен однозначно сайтом которые заточены под большую региональную привязку во всем мире как мы видели скорой загрузки сайта измеряется действительно таким сложными элементами а как а если вы хотите увидеть реально пульс страницы что окей а что не окей есть очень классный сервис который действительно так и называется веб-сайт пульс так и называется веб-сайт пульс и он показывает пульс реальной страницы позволяет бесплатно анализировать до 30 страниц и пробный период пока 30 дней переходим и смотрим я вбил конечно же нашу главную страницу мы сегодня по ней работаем и решил сделать действительно продолжительный тест то есть как мы видим вот он предлагает если вам нужно продолжительный тест вы можете сделать бесплатно зарегаться сделать бесплатный веб-сайт мониторинг но мы пока этого не делали мы собственно решили проанализировать наш сайт и посмотреть действительно что у него грузится хорошо что грузится плохо и вот собственно вот пройденные тесты можно увидеть сколько времени она занимает сколько время занимает загрузка сколько времени размеры и на все эти вещи можно действительно обратить внимание что радует фактически каждый компонент можно измерить отдельно и таким образом можно говорится сохранить результаты можно отправить результаты на почту что действительно очень удобно сейчас выглядит очень просто но позволяет сканировать большое количество страниц одновременно будем пользоваться или нет мне пока он нравится он достаточно простой позволяет очень быстро просканировать он кстати очень быстро просканировал нашу страничку и выдать нужные нам результаты единственный момент мы не можем выбрать гео он смотрится нью-йорка поэтому американским сервисом однозначно милости просим особенно если гео нью-йорк нашим сервисом я бы не пользовался на текущий момент все-таки слишком большое расстояние и скорость замерять будет он не коррект следующий сервис на который я бы обратил внимание это суккури лоттайм тестер дау суккури под которой антивирусами занимался у него довольно таки неплохой сервис для отслеживания заразы на сайте но есть и у суккури и сервис для отслеживания скорости загрузки сайта и мы на него сейчас посмотрим а вот собственно собственно этот сайт он позволяет увидеть какие сайты вот недавно использовали тест у кого хорошие результаты у кого плохие что довольно забавно да и можно увидеть даже украинские сайты некоторые ними пользуются и я проанализировал конечно же наш сайт и увидел очень много интересного анализирует сразу по куче локаций и это действительно классно позволяет отследить какая локация лучше украины нет но по германии можно принципе посмотреть как быстро получен был первый байт для каких стран загрузка была слишком долгой но если вы увидели свои ближайшие страны слишком рядом то конечно для вас это будет плохо то есть позволяет отследить можно результат вывести потом на доску чтобы другие видели что вы сканировали ваш сайт но на я к сожалению забыл это сделать так что теперь все увидят что его его сканировал вот но на самом деле сервис очень классный позволяет реально померить то что нужно быстро скорость загрузки без всяких заморочек к сожалению для веб разработчика будет бесполезен но для вас как владельцев сайтов сервис бесплатный позволяет это сделать очень быстро так что закладочки срочно добавляем себе и конечно же переходим к следующему сервису следующий сервис который мы рассмотрим он реально как говорят работает 24 на 7 но таки называется сайт 24 на 7 итак смотрим сервис который меня порадовал действительно наличием огромного количества тулов их здесь реально до чертиков как говорится можно пользоваться любыми можно посмотреть каждую но мы конечно же я ссылочку конечно на него оставлю в описании вы изучите посмотрите все остальные тулы на сегодня мы изучаем только page speed и page speed конечно же мы проанализировали что мне порадовало здесь есть больше локаций есть даже москва который почти нигде не было и конечно же киев поэтому маст хэв для руна это сервис сайт 24 на 7 более того создание аккаунта бесплатно и вы можете бесплатно ним пользоваться и действительно можно посмотреть конечно за что вы платите тарифы у него все-таки есть но почему-то я вижу что тарифов он не предлагает хотя я нахожусь на страничке тарифы он меня выкидывает на plans а старичка тарифы у них сегодня сломано поэтому сервис бесплатный пользуемся не волнуемся я просканировал свой сайт сканировал кстати чуть чуть дольше чем обычно но мне понравилось он выдал мне page score 57 мне так сразу сказал парень у тебя все проблемы с сайтом хотя все другие хвалили мы увидим сколько времени грузилась страница можно посмотреть по page speed insights показатели и он собственно выделяет по page speed insights реальные проблемы вашего сервиса ну собственно говорит что нужно сжать конкретно какие скрипты нужно сжать и конкретно какие редиректы нужно минимизировать то есть в основном редиректы связанные с кривыми уровня то есть тоже нужно все посмотреть где-то что-то может реально работать медленно вот сервис удобнее чем сам page speed потому что все кликабельные все можно сразу скопировать вставить поэтому page в веб page analyzer от 24 на 7 однозначно tool must have говорится в пятерке лучших тулов которые я бы порекомендовал и сохраняем добавляем себе если вы runnete работаете однозначно проверяем все свои страницы отчеты передаем веб-разработчику frontend девелоперу чтобы он их исправлял и конечно же если вам помог тут напишите в комментариях реально помог он вам или нет то есть открыл ли он его глаза на те проблемы которые вы возможно не видели почему потому что я например посчитал что все другие тулы не так качественно выдавали информацию здесь он выдает всю инфу как gt-metrics только более подробно и еще можно настроить на свое гео что очень важно потому что в основном наши все клиенты они из украины и из россии поэтому я уверен что вам будет однозначно тату полезен и так резюмируем давайте мы определимся на что действительно нужно обращать при синтетических тестах на при анализе конечно же первое это время загрузки сайта вот тут самое время загрузки страниц 2 момент на что мы обращаем внимание это размер страницы то есть вы можете сравнить страницу конкурента страницы размер своей и принять меры для сжатия этого размера третий момент это количество запросов сделаны для загрузки страницы это число минимизируем сравниваем точно также с конкурентами себя тулы я рассказал это все для синтетического теста следующий момент это оценка того самого и слова которая была у gt-metrics она действительно очень классная либо от этого waterfall а который есть у большинства других тулов сравниваем с конкурентами вот здесь ключевое слово сравниваем с конкурентами и смотрим в чем они лучше чем вы хуже и пытаемся исправить конечно следующий показатель это общий показатели скорости здесь мы смотрим тот же печь спит либо внутренние попугаи каждого сервиса и сравнивая между ними стараемся вывести на более высокие показатели ну и конечно же смотрим в целом внутренние показатели производительности каждого элемента допустим как какой тул выделяет какие ошибки ключевыми проанализировав страницы проблемные странице разными тулами вы выловите те при ошибке которая является приоритетными и в определенных приоритетах поставите их веб-разработчику в задачи для того чтобы ставить задачу веб-разработчику можно использовать любые там методы постановки задач мы пользуемся Trello например каждую задачу выносим отдельно и прописываем ее отдельно в Trello то есть не просто там исправить скорость заявок и пишут ошибка из этого сервиса такая такая то нужно исправить вот какие-то скрипты он исправляет мы смотрим проверяем этим же тестом смотрим тест пройден ставим галочку все идеально движемся дальше как вы работаете с своими разработчиками напишите в комментариях будет действительно очень интересно узнать как вы строите диалог как вы ставите тз возможно мы делаем неправильно возможно у вас более эффективный метод взаимодействия своим frontend девелопером напишите в комментах как вы правильно вы ставите и как контролируете выполнение задач а мы переходим к действительно тяжелой части нашего видео это как работает page speed давайте разберем что за попугая нам рисует page speed как мы видим page speed пишет свой балл вот у него можно посмотреть гайд как он считает этот lighthouse scoring guide по каким системе по каким баллам можно посмотреть вроде бы все понятно и просто но давайте коротко разберемся как мы видим первое что мы видим он выписывает шесть важных показателей на которые нужно обращать внимание первый показатель это время загрузки первого контента первая отрисовка контента да собственно то что определяет между началом загрузки и появлением первого изображения то есть вот то самое видео с чего начинался да вот этот безумный белый экран вот когда ничего не видно ничего не грузится вы пытаетесь открыть сайт а он не грузится вот этот собственно по нему он самый first contentful pane вы можете зайти посмотреть у кого и проблемы с английским нажимайте в хроме перевод на русский да перевод будет отвратительным но собственно это одна из шести метрик вот собственно он об этом нам подсказывает что он измеряет то есть он измеряет до отображения первого контента он показывает как он его считает то есть если время до двух секунд вы будете в зеленой зоне если звук до четырех будете в оранжевой зоне и если больше четырех секунд вы будете в красной зоне ну и соответственно примерно баллов сколько вы присваивается первоначально сайту зависимости от этого показателя вот то есть здесь есть множество элементов как можно увеличить эти показатели вы можете перейти посмотреть как можно настроить загрузку шрифтов как сделать перед загрузку шрифтов дополнительную здесь это все можно посмотреть более того я об этом сейчас детально пройдусь как показатели эти улучшить следующая метрика на которой вы обратил внимание это время загрузки достаточной части контента и здесь она точно так же измеряется по той же системе как время загрузки первого контента она называется fmp и вот собственно здесь обозначена в хелпе вы можете увидеть что измерение идет под тем же принципом то есть две секунды говорится в зеленой зоне до четырех секунд вы в оранжевой зоне все что больше четырех секунд вы в красной зоне и собственно здесь как повлиять на это тут рассказывается много чего важного на этой ссылочке я ссылочку вы можете зайти в спич спиды сразу перейти либо я конечно же оставлю их в описании все полезные ссылочки будут там и мы переходим к следующему пункту это к индексу скорости загрузки индекс скорость загрузки это достаточно очень важный показатель он измеряется более плотно то есть здесь можно увидеть как он его интерпретирует по какой таблице и на что действительно он влияет и сразу можно увидеть как его можно улучшить первое что вы можете сделать это минимизировать работу основного потока смотрите процесс рендеринга в браузере это то что превращает ваш написанный код в визуальную веб страницу с которой ваши пользователи действительно будут взаимодействовать по умолчанию основной поток собственно процесс визуализации занимает большую часть кода да это вы анализируете html и строите те самые дом элементы анализируете css и применяете указанный стиль анализировать оцените выполнятся джава скрипты именно висеть и сложные процессы и превращают написанный код в готовую красивую веб страницу и все это происходит в работе основного потока основной поток также обрабатывает пользовательские события то есть таким образом всякий раз когда основной поток занят чем-то другим ваша обстраница может не реагировать на взаимодействие и пользуем что приходит действительно к плохому опыту и пользователь может попросту закрыть вашу страничку смотрите многие действия как синтаксический анализ css например и отрисовка страницы могут занимать основной поток но тем не менее синтаксический анализ компиляции выполнения джава скриптов является основным источником работы в этом самом главном потоке и собственно есть несколько тактик для минимизации работы и улучшения работы в главном потоке смотрите шаг номер один это разделение javascript кода который нужен пользователю на первом этапе вы можете отправлять ему весь javascript на старте таким образом вы загрузите главный поток и таким образом замедлите скорость работы страницы но вы можете разделить ваш код javascript на фрагменты и показывает тот javascript который нужен на время отрисовки первой страницы а тот который уже отрисовывает не первую страницу оставшиеся элементы загружать позднее таким образом вы минимизируете нагрузку на главный поток в первом этапе первый вариант вы можете настроить конечно же динамическое сжатие которое включает сжатие ресурсов на лету но оно может действительно вызвать задержки допустим если сжатие javascript будет приводить к тому что фактически если будет обрабатываться огромные объемы данных сжатых скриптов и таким образом может в итоге работа затормозится поэтому динамическое сжатие нужно выбирать качественно проверять его и конечно производить замеры статическое сжатие конечно же сжимает все элементы сразу и наверняка я думаю у веб-разработчику будет миллион вопросов что такое динамическое статическое сжатие я не буду сейчас в этом рассказывать по одной причине я не веб-разработчик я постарался собрать максимально данных которые будут максимально полезны веб-разработчику ссылочку на эту статью относительно как сжимать скрипты я оставлю вот собственно как сживать css как жевать java скрипты вот сам процесс минификации сжатие данных про тот же broadly про тот же gzip который говорил вы можете найти здесь и здесь рассказано собственно как происходится сжатие ссылочка напоминаю в описании заходим пользуемся ругаем николая за то что он дал не ту ссылку либо хвалю николая за то что открыл глаза на некоторые сложные вещи и мы едем дальше например такие сервисы как npm действительно изменили мир java script мы это знаем но причина в том что часто мы включаем множество лишних библиотек которые действительно грузят наш сайт и таким образом иногда просто исключение лишних скриптов которые являются не нужными для загрузки страниц прилично экономит время загрузки сайта многие разработчики используют действительно библиотеки так вот допустим сервис как npm но однозначно не все из них активно используют поэтому лучший вариант это действительно перекомпиляция этих библиотек сбор собственных библиотек которые будут использоваться для загрузки контента на вашем ресурсе ну и финальным вариантом минимизации основного потока будет так называемая prpl это такая аббревиатура да то есть некая механика которая подходит в принципе для любой страницы любого сайта это можно запомнить как своеобразный вот ченаж первое да загружайте в первую очередь самые важные ресурсы производите рендер визуальной части только в первую очередь также при кэшируйте кэшируйте однозначно все оставшиеся активы которые еще не загружены и делайте ленивую загрузку всех оставшихся говорится маршрутов и не критических активов в конце то есть простой алгоритм который расписан вот на этой статье ссылочку конечно же я тоже вам оставлю в описании этого ролика не забудьте сходить посмотреть там будет много ссылочек под в описании этого ролика вы можете почитать задать вопросы точно также я думаю веб-разработчики которые будут смотреть это видео помогут вам ответить на них и таким образом мы переходим к следующему этапу следующая метрика это время окончания работы цп ну то есть время окончания так одна страница уже возможна обработка пользовательского ввода то есть когда страничка загрузилась и уже элементы в ней становятся доступны можем посмотреть что это такое и собственно этому посвящена отдельная статья которая обновляла не обновлялась уже практически год полгода и собственно по поводу этого тула действительно говорится что здесь очень важное уточнение вы можете посмотреть о чем она да что старый режим простой устарел то есть как он теперь работает то есть смотрите на другие показатели собственно говорит но собственно давайте скажем что это за показатель да он говорит как только он измеряет время как только страница станции минимально интерактивной когда загрузилась не только графика но уже появились интерактивные элементы то есть когда очень важно графического элемента загрузилась первый экран и соответственно страничка отвечает на запросы которые делаются в этот период времени то есть до этого периода времени как бы страничка еще не активно она только грузится это очень важный показатель и я считаю что на него нужно действительно обращать внимание можно посмотреть как его на него повлияет как его увеличить собственно оптимальный вариант это в лайтхаусе смотреть раздел возможности и смотреть как его как как улучшить эти показатели многие спросят что такое лайтхауса рассказываю лайтхаус находится у нас прямо в хроме вы нажимаете shift control у или shift control c сори консоль выбираете audits и генерируйте свой как говорится аудит то есть единственный момент он ругается по поводу мультиплата субы контролл это service worker то есть он у нас не хочет сегодня работать но суть заключается в том что скорее всего у меня блокировка стоит которая мешает ему работать да скорее все потому что огромное количество вкладок у меня открыто он сейчас просканировать не может но на самом деле этот лайтхаус он есть у каждого каждого кто владеет chrome вы можете попросту открыть его и просканировать свой сайт прямо ну говорится самостоятельно если момент с готовый результат нужно точно также открывать он открывается в виде джава скрипта и нужно открывать с при помощи специальной утилиты едем дальше следующий сервис на который нужно платить время загрузки для взаимодействия точно так же титя и его еще так называют время до взаимодействия это тоже очень важный показатель которые фактически отрыв говорит когда отрисовано первое первый контент и когда кондент становится полностью интерактивным то есть когда уже полностью с отрисованным контентом можно взаимодействовать и здесь вы показаны показатели как вы видите пять секунд это считается нормальным показателем для загрузки интерактивной части страницы не две а уже пять то есть у вас всего лишь с двух до пяти секунд время для того чтобы загрузить все интерактивные элементы с которыми будут взаимодействовать пользователь поэтому однозначно вы должны уложиться в это время вот и существует множество сервисов на что нужно влиять на говорится как нужно повлиять как и говорил нужно уменьшить время работы основного потока и второй вариант до уменьшить время исполнения скриптов то есть таким образом их сжать и либо минифицировать ну собственно все остальные показатели мы уже проговаривали титя действительно очень важный показатель его действительно трудно отслеживать first input delay то собственно время первого ввода куда проще проверять потому что время первого ввода вот когда когда становится уже активным то есть с ним проще работать обращаю внимание на то что у пейдж спида есть две вкладки первая вкладка это для компьютера вторая вкладочка для мобильных и вы иногда можете заметить что мобильные прилично отстают и на то есть ряд причин мобильные устройства действительно грузится сайт можно не грузиться дольше и взаимодействие с ним может происходить медленнее и если ваш бизнес действительно заточен на десктопе и на мобилках то я бы на это обращал внимание но мы живем к сожалению не в сша и у нас другая ситуация и есть такой сайт классные называется global 100 статкаунтер и в нем вы можете посмотреть какие сайты действительно ну какие устройства популярны мобила или десктоп в бизнесе поэтому давайте мы вместе посмотрим сравнение mobile и десктопа для всего мира мы видим статистику да вроде бы мобильные устройства капец как везде везде и всюду мобильная версия очень важно но иногда бывает такая ситуация что вы просто физически не можете вытащить мобильную версию у себя в топ и поэтому вам будет очень интересно узнать что мобильными устройствами на для в поисковиках браузере пользуются в основном 27 процентов населения остальная же часть реально гуглит через браузер мировые показатели показатели отдельных стран могут сильно отличаться если же мы посмотрим в российской федерации ситуацию то конечно же вы очень сильно удивитесь но в российской федерации так где она у нас вот она у нас здесь а вот она у нас в российской федерации статистика будет чуть чуть больше в упор мобильную то есть в россии все более мобилизированы и можно увидеть что показатели мобильных устройств действительно растут то есть сказать что у нас 45 на 50 50 на 50 это все в раке и действительно иногда если вы не можете вытащить мобильную версию в топ и вы работали в россии да то вы можете в принципе выдержать ее просто на уровне конкурентов и не пытаться выводить его сверх зеленую зону если вы технически и у вас уже выведение этого сайта в топ идет в разрез функциональными особенностями вашего сайта и может вылиться в более дорогие переработки вашего ресурса поэтому иногда нужно выбирать как говорится насколько далеко идти в оптимизации сайта под мобильные устройства что конкретно нужно исправлять мобильных устройств во первых смотрите у вас вообще изначально должна быть нормальная мобильная версия для этого есть специальный сервис которым можно проверить свой сайт то есть вот мы заходим на свой сайт и есть утилита которая позволяет проверить мобильную версию и сейчас мы это проверим проверка оптимизации для мобильных сервис очень простой mobile friendly он правда делается очень долго очень странно что он реально очень медленный но он позволяет проверить реально оптимизацию вашего сайта под мобильные устройства без каких-либо сложностей я рекомендую его сочетать одновременно с пейдж спидом почему потому что иногда бывает такая ситуация что у вас сайт может прекрасно проходить все показатели для десктопа но на мобилке он может попросту не выводится либо мобильная версия просто у него может быть не настроена и он будет даже с хорошими показателями пейдж спида просто проваливать тест мобильный мобиль мобиль френдли а у мобиль френдли есть множество своих особенностей включая относительно того что вы должны учитывать и там и размеры элементов это как она выглядит как вы видите у нас все пока окей можно посмотреть учет говорится удобства для мобильных в вашем веб мастере посмотреть также по поводу информации о страницах оптимизированных под мобильные устройства можете посмотреть на что нужно обращать внимание на какие размеры контента реально гайд очень классный полезный гугла бесплатный сидим читаем учимся и обучаем своих веб-разработчиков но многие говорят что то что бесплатно и мы не хотим учить к сожалению это факт но поэтому однозначно по мобильной версии я рекомендую сходить и почитать и скорость загрузки тоже изучить и мы перейдем конечно же кто к чему я говорил это как выбрать правильный хостинг для того чтобы скорость загрузки сайта была быстрее смотрите если вы делаете сайт визитку простой для небольшой компании или это будет маленький сайт на котором будет минимум контента ну то есть банально может быть какой-то простой текстовый сайт фотографии либо это будет сайт какой-то не правительственный вам не особо не сильно надо париться с его продвижением то вы можете вообще воспользоваться бесплатными хостингами гид по бесплатным хостингом есть на нашем сайте ссылочку я оставлю в описании прекрасная статья рекомендую сходить и почитать по бесплатным хостингом и бесплатным доменом мы там прилично прошлись спасибо автору который собственно написал эту шикарную статью и собственно не коммерческий сайт это то направление где вообще нет смысла тратить усилия на покупку дорогущих хостингов да то есть блоги благотворительные творческие проекты формы образовательный сайт они вполне себе комфортно могут себя чувствовать на бесплатных хостингах и не волноваться за то что с ними будут какие-то проблемы тот же пресловутый указ да по запросу благородно отключать рекламу на сайтах учебных учреждений образовательных и творческих веб-ресурсах ну собственно мы переходим к следующим видам хостингом это так называемые виртуальные хостинги или shared hosting на виртуальном хостинге ваш сайт делит серверное пространство с другими сайтами это наиболее экономичный вариант для сайта с малым объемом трафика и я здесь подчеркиваю ключевым фактором выбора вашего хостинга будет еще объем трафика который вы будете получать если вы хотите большой объем трафика вы должны понимать что слабые простые хостинги в этом плане будут отставать и это самый дешевый вариант бесплатного хостинга это виртуальный или shared hosting то есть он подходит для новичков не требует каких-то сложных технических знаний но вы столкнетесь с проблемом когда сайте трафик будет расти и когда трафик будет расти сайт может начать падать и таким образом вы будете терять потом позиции собственно можете получить сообщение для пользователя которые там 500 ошибку том что сайт у вас упал и больше на него зайти нельзя так мы сталкивались с этим наш сайт все как падал раньше из-за прилива пользователей нам приходилось менять хостинге мы реально перепрыгивали переезжали пока не переехали на тот скажу какое какой переехали я вам скажу то есть точно также на производительность вашего сайта влияет трафик который ведет на другие сайты на общем сервере то есть если несколько сайтов соседствуют с вами и на них идет трафик вы можете упасть вроде бы не получая трафика поэтому будьте добры на виртуальном хостинге вы должны понимать что это вроде как вы в общаге да и если к соседу пришли в гости то соответственно на вас это тоже может повлиять следующий тип хостинга так называемый vps хостинг это как следующий шаг после виртуального хостинга это сервер берем один сервер разделяем его на несколько виртуальных серверов главный сервер используется совместно всеми участниками веб-сайтов но каждому сайту предоставлен виртуальный сервер college грузится гораздо быстрее за счет меньшего количества сайтов на одном сервере скорость загрузки сайта виртуальном хостинге равна где-то 6-7 секунд скорость на vps хостинге 223 секунды это среднее показатели помимо хосинга важно понять факторы влияющие на скорой загрузке сайт поэтому здесь очень важным показатель является скорость загрузки если в виртуальном хостинге это шесть-семь секунд катастрофические которые просто однозначны для вас катастрофа если вы хотите идти в топ то 2-3 секунды здесь уже как говорится мы уже близки к топ-1 и поэтому в WPS хостинге могут находиться сайты которые прекрасно занимают топ-1 мест если ваш сайт до сих пор еще на виртуальном хостинге или на бесплатном хостинге срочно переезжаем как минимум на WPS хостинг какой WPS хостинг себе выбрать выбирайте тот который поближе и тот у кого тарифы лучше и конечно тот у которого скорость и мощность машины гораздо эффективнее я думаю мощность компьютера вы и так умеете измерять но как сделать чтобы никто не влиял то есть если WPS хостинг можно сравнить что-то вроде сродни квартирного дома виртуальный хостинг что-то вроде общаги то мы же хотим все жить в особняке и да есть так называемый выделенный хостинг или dedicated хостинг это когда сервер ваш и только ваш это гораздо дороже чем другие варианты которые мы перечислили но однозначно дает вам тотальный контроль фактически вы можете включать выключать свой сервер по желанию и банально то есть вы являетесь действительно единственным владельцем на этом сервере у вас полный технический контроль и вы можете решать вообще любые вопросы с программ обеспечения все что угодно на него устанавливать вам никто в этом не запрещает и соответственно никто не влияет никакой трафик не влияет на ваш сайт все зависит от вас и только вас то есть вы можете выбирать любые вариации то есть с общего на выделенные когда сайт вас расширится вам не нужно будет начинать все заново потому что у вас просто будет все лежать на вашем выделенном хостинге и если вам нужно просто будет его расширить вы просто поменяете хостинг на больший объем перелив весь свой контент то есть они нужны для сайта действительно с огромными объемами трафика как только ваши объемы трафика вырастут до 10 тысяч в день я рекомендую рассматривать только выделенные серверы и никакие другие то есть если у вас есть платформа электронной коммерции вам нужно вводить изменения в сервер то даже вps хостинг могут может вызвать у вас проблемы если вы вообще начинаете интернет магазин и он у вас на каком-то бесплатном хостинге или не дай бог на в виртуальном хостинге то я с такими сайтами сталкиваюсь к нам не приходит интернет иногда интернет-магазины просят их продвинуть и я просто вижу как они медленно грузится и просто интересуюсь на каком они хостинге расположены я иногда удивляюсь как люди пытаются условно говоря не знаю там торгового выехать на гонку это что-то вроде сродни гонки на запорожца без колес но в другого сравнения просто нет на самом деле реально нужно уделять внимание выбору хостинга он тоже колоссально влияет на скорость и максимальную скорость вы можете достичь действительно только на выделенном хостинге на текущий момент но как быть если вам не нужен вот выделенный хостинг но и бесплатные хостинги виртуальные хостинги толком не устраивает есть очень необычное решение называется облачные хостинги облачные хостинги это собственно на такие виды хостингов которые работают ну таковы как она названа в облаке то есть на определенных системах и рынок облачного хостинга действительно растет из-за прилично за 10 лет он вырос ну просто если так смотреть по показателям практически в 5 раз и при использовании облачного хостинга несколько серверов работают для того чтобы обеспечивать скорость загрузки сайта то есть ваш сайт формально находится не на одном сервере а раскидан на несколько но к сожалению у вас не будет root доступа вы не можете менять настройки сервера и соответственно вы не можете никак на это повлиять облачный хостинг нужен для сайта который находится где-то между виртуальным хостингом и vps вот вам не нужно vps но и виртуальный хостинг вас не устраивает то есть вам нужны высокие показатели скорости но тарифы vps вас не устраивает то есть конеки по серединке эконом вариант то есть если вы хотите предвидеть скачки трафика например новогодние распродажи которые могут быть либо закупка контекстной рекламы я бы для таких небольших сайтов однозначно рассматривал бы облачные хостинги но во всех остальных случаях как мы говорим выделенный хостинг однозначно является вкусным решением и для больших сайтов и vps хостинг является для малых корпоративных сайтов оптимальным решением и того у нас три решения для коммерческих сайтов которые я бы рассматривал напоминаю это облачный хостинг для тех кто не хочет сидеть на виртуальном хостинге но тарифы vps хостинга его не устраивает но он хочет мягко говоря быть готовым к скачкам трафика vps хостинг позволяет работать с настройками сервера более плотно то есть он позволяет больше делать работы внутри сервера но к сожалению не дает такой контроля возможности как делает выделенный хостинг выделенный хостинг же позволяет фактически делать с вашим сайтом все что угодно однозначно нужен для сайтов которые рассчитаны на большие объемы данных большие объемы контента большие объемы товарных позиций это интернет-магазин и подобное выделенный хостинг для них является единственно жизненно важным значением ребята если вам понравилось это видео не забываем задать мне вопросы в комментах по поводу скорости загрузки напишите помогло ли вам это видео какие-то полезные сервисы узнали или нет хочу получить фидбэк также если вас интересует как делается технический аудит я снимал большое видео ссылочку я оставлю в описании можете сделать технический аудит своими руками теперь уже самостоятельно я думаю вам не нужно для этого будет ходить далеко и работы своему веб-разработчику конечно вы сможете дать ну и конечно же жмем колокольчик подписываемся на аудио подкасты и до новых встреч